Сказка Но тот привык уже к тому, что в сказках дядюшки Римуса всегда случались самые необыкновенные вещи, и нисколько не удивился этим словам. Тогда старик начал снова, погромче. Однажды шел брать кролик по дороге, важный-приважный, и помахивал своим длинным пушистым хвостом. — Что ты, дядюшка Римус? — воскликнул мальчик. Широко раскрыл глаза. — Где же это видано, чтобы у кроликов были длинные пушистые хвосты? Старик выпрямился и строго посмотрел на мальчика. — Если ты хочешь слушать, так слушай, а не перебивай, — серьезно сказал он. — А если не хочешь, я пойду по своим делам. У меня вон сколько работы сегодня. — Нет, я слушаю, дядюшка Римус. — Смотри же! Вот, значит, однажды шел брать кролик по дороге, помахивая своим длинным пушистым хвостом. И встретился ему на дороге, ну, конечно, братец Лис, да с какой большущей связкой рыбу. Кролик окликнул его и спросил, где это он раздавал такую отличную связку. А Лис отвечал, что наловил. Братец Кролик спросил, где? А Лис сказал, что поймал рыбу в речке. И Кролик спросил, как? Потому что он страх оклюбил пескариков. — Ну, сел, братец Лис на бренышко, и говорит. — Это совсем не хитрое дело, братец Кролик. Как зайдет солнышко, ступай на речку, опусти в воду хвост и сиди до зари. Вот вытащишь целую кучу рыбы. Вот вечером отправился Кролик на рыбную ловлю. Погодка была холодная, прихватил он с собой бутылочку вина. Как пришел на реку, выбрал местечко получше, уселся на корточке, хвост в воду. Сидит, посиживает, попивает венцо, чтобы не замерзнуть. Глядь, и день настает. Потянул, братец Кролик, что-то хрустное. Потянул другой раз. — Где же хвост? Глядит Кролик, а на речке лед, а во льду кучок. Не то шерсть, не то травка, не то хвост, не то почка. Тут старик замолчал. Он оторвался у него, хвост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова